Друзья, всем привет! Представляю вашему вниманию модели RGT EX86190 Toyota Land Cruiser 76 в двух вариациях слева у нас модель первого поколения справа аж 3 вот разница между первым и вторым поколением в салоне с человечком вот в этом вот в первом поколении салона у нас с вами к сожалению нет дальше давайте обсудим в чем разница уже этих поколений в общем у меня просто немножко там багажник снят он не изменился он и на первом был поколение такой вообще вся навесуха практически такая же разница только у нас пошла вот в чем прям начиная с лицевой части фары видите здесь они наклейкой приклеены поверх просто пластикового корпуса здесь они уже навели красоту они уже покрасили лаком смотрится конечно намного солиднее вот далее появились наклейки вот здесь на на моей модели нету может быть она у меня осталась конечно листочки но не помню по-моему не было ее я бы приклеил вот далее маски стекол изменились здесь так стало вот так опять же более выражено остальное в принципе мне просто сейчас нету штатных колес от первой версии но они один в один единственное что они до этого были хромом покрашены вот сейчас они идут черные эти элементы защита у меня тоже они были я их просто снял вот по боковой части по боковой части у нас в принципе что изменилось по боковой части в принципе ничего не изменилось опять же кроме наклеек все здесь стеклышки сделаны так здесь так в общем сейчас мы с вами разбираем визуальную составляющую этих моделей давайте переходим к задней части опять же повторюсь лестница тоже была точно такая же просто я ее снял вот что тут у нас изменилось опять же все это касается только визуальной составляющей смотрите был прозрачный пластик с наклейками сейчас шикардо скрашены лаком вообще классные фонари вот дальше внизу тоже самое наклейка приклеенная на стекляшку все смотрите полноценные далее фаркоп такой же тут все ничего не изменилось крепление канистр вот так это все дело происходило вот я их не использовал не там не тут мне не не нравится вот далее на этой модели брызговики у меня оторвались здесь они еще живут что еще какие еще изменения визуальные мы здесь с вами видим в принципе больше наверное ничего здесь и нет колеса перестали красить chrome фары сделали красивые не наклейками вот и изменили конечно наклейки боковые вот по факту все остальное у нас с вами все 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 то же самое остальное все то же самое конечно вот когда им добавили салон это что-то с чем-то конечно модель смотрится совсем по-другому вот намного это все симпатичнее вот капот открывается что на той модели что на той там как бы двигатель вот но я ни у кого не видел даже ни одной фотки чтобы было сделано не видел ни одной фотки чтобы было сделано с открытым капотом там какая-нибудь инсталляция в общем тут больше у нас с вами никаких изменений нет давайте с вами посмотрим на одно какие здесь претерпели изменения площадка та же самая карданы те же самые все тяги и крепление порогов все все полностью дотичь ничего не поменяли изменили только смотрите что крепление здесь вот такое видите и крепление кузова у нас с вами идут просто одну куда потерял вот такие вот застежки что сейчас сделали они здесь изменили саму площадку крепежа и получается здесь сейчас я включу вам свет чтобы не терялась на силиконовых вот таком ремешке они висят здесь и никуда не денутся вот эти я постоянно теряю они постоянно у меня отваливаются в остальном все все то же самое никакой разницы спереди вот тоже видите по получше видно вот эти силиконовые вот видите вот они изменили немножко добавили такой носик сюда и вот они держатся в нашем случае ничего тут не держится все в остальном все еды идентично давайте давайте же теперь снимем наши с вами корочки смотрите вытаскиваем и есть такой нюанс давайте развернул в эту сторону и есть такой нюанс это блок света он находится вот здесь под капотом у нас с вами есть два пустых разъема это под вот эти вот фонарики которые на капоте находятся их можно запитать вот такой в общем модуль и вот он у таким вот проводом тянется туда и соединяется вот очень неудобно скидывая модель получается то что вот этот провод постоянно выдергивать то мы потом минус плюсом путаем в общем не особо удобно остальное в целом все да в доступе регулятор здесь кнопка удобно снизу сделано включение выключения сервы мини на коробку передач на блокировку мостов с этой стороны у нас в принципе сейчас мы на второй модель посмотрим там тоже самое все без изменений давайте снимем и вот смотрите самое вкусное чик все и корочка снялась на и здесь уже у нас также есть два свободных провода проводочки все убраны все тут прикручено но это салон еще помимо конечно же вот тут видите как провода все сделано просто висят и все здесь уже все красиво убрано и смотрите модуль идет другой и он с магнитным креплением смотрите вот он такой же проводочек но он магнитится в определенной последовательности плюс-минус и все и при снятии он просто чик и отвалился очень удобно практично стало в сто раз лучше из из остального все 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 то же самое никаких изменений не по крепежам ничего больше ничего не изменил лось вот добавили только вот красивые фары модуль света прямо нравится мне так далее вот смотрите как сзади это выглядит крепление резиночки висят ничего не потеряется мои же уже куда-то отодвинуты и соответственно уже надо будет их искать вот сейчас я соберу еще вам кое-что покажу вот смотрите подключая модуль света вот мы берем его видите он болтается туда-сюда смотрите если мы с вами будем цеплять его неправильно он просто из-за того что магниты разнополюсные они по-другому не прицепится вы никогда не ошибетесь все щелка и сразу все у нас вами подключилась вот как удобно стало в общем небольшие изменения но они присутствуют в плане коробки на этой модели заменен спор я туда не полезу он стал пластиковый и многие говорят то что он кривой кто вскрывал у многих он получается вот крутится не ровно а вот так вот на этой модели на 1 тут стоит металлический спор маш модель работает громко но никаких люфтов ничего нет соответственно и служить это будет намного дольше здесь немножко уже вот видите модифицировали что потише модель работала они это дело убрали вот но ладно какие еще изменения кроме вот этой визуальной составляющей у нас с вами есть она скрывается у нас с вами смотрите а она у нас скрывается в аппаратуре управления была вот такая дамба rc под логотипом ргт шестиканальная а сейчас тоже дамба rc под логотипом ргт но уже восьмиканальная такая же вот аппаратура у меня на ргт-шки 170 которая которая дочь повар вагон но модель с равно отличается не знаю чем не знаю точно чем но цифры на ней другие вот если хотите фотки я вам потом скину но мне кажется уже где-то в этом века я уже это дело все выкладывал вот и это вот самое основное самая основная разница по факту по факту аппаратура что это нормальная без каких-то глюков она работала все с двойными расходами вот мне нравилось пластмассовое колесо тут тоже пластик пластмассовое колесо никакой разницы в этом нет единственное я не знаю что у нас здесь в руке что так что так мне кажется никакой просто вообще разницы нету а вот по звуку слушайте покрышку над задней переодеть да не сильно и громче она стала я вам хочу сказать так что в принципе в принципе самое основное конечно хорошо чтобы плюс там плюс 2 канала добавилось конечно это не минус не минус потому что он какие-то трехпозиционные по моему включил выключил видеть моргает и кстати моргает и аппаратура и модель вот пустой канал ничем не задействованы можно люстру подключить так это у нас вторая скорость по моему да да это вторая скорость а это а это вот кстати тоже не задействовано вот они добавили как это вперед на апгрейд можно сказать каналов а потому что вот здесь идет третий канал это нас включается получается 2 скорость а этот у нас на свет идет мигает выключена мифми а средний мигает все сюда включена вот и здесь у нас блокировки переднего и заднего дифференциала вот а тут когда с этого канала мы убираем с вами свет вот то получается у нас свободный вот и вот на этой аппаратуре я уже не могу задействовать установленную лебедку она у меня кстати просто стоит не подключена ничего я просто поставил сюда для визуализации так сказать для визуальной составляющей вот а здесь мы с вами уже можем грубо говоря сматываем наматываем использовать ее здесь более удобно вот хотя эти аппаратуры по моему у них есть в плате свободные каналы и это по моему можно немножко усовершенствовать я уже не помню но не суть в общем каналов добавили это плюс аппаратура кстати стало меньше по размеру более компактная удобная в общем на этом наверное все больше изменений по моему никаких нету если есть напишите в комментарии обсудим еще поболтаем покажу в следующий раз вот а так на этом все всем спасибо за просмотр изменения можно просто пересчитать по пальцам но стало как на мой взгляд более симпатично но все всем пока пока